А если вы смотрите вперёд, то попали на мой канал с Эндрой Флэр. Добро пожаловать обратно в Искателя. И это сегодня у нас новая серия. Это Искатель Фантазёр. Она довольно короткая. Хотя, как я припомню, она будет... Короче, давайте мы вначале введём своё имя. Ну, естественно. Ещё и синим цветом. Блин, ну а чего он ручка писал? В самолётик полетел. Вот, у нас здесь есть три локации всего. И всё. Можно автор посмотреть. О, дракон сидел, делал игру. Дракон, за работой. Затонувший корабль вблизи. Вот. Ну что ж. Ты действительно хочешь выйти из игры Искатель? Нет, конечно. Итак. Вот. У нас тут есть три уровня. Три локации. Но, как я помню... Да, в эту игру я играл ещё раньше. Я в неё играл очень давно. Я ничего не помню. Ничего не знаю. Вот. Но Искатель это довольно не так уж и трудно. Потому что это всё-таки детская игра. Вот. И... Как мне... Если мне не изменяет память, то здесь... Три этапа сложности. Вначале у нас идёт лёгкий этап. То есть сейчас самый начальный. Нам тут объясняют всё. Потом второй будет типа с возвращением. С такой. Там уже будет сложнее. Там уже новые будут загадки. И третий самый сложный этап. Там вообще будет совсем другие загадки. Но они будут сложнее. Ну что ж. Я всегда помню начинал... Единственное, что я помню. Это я всегда начинал с вот этого. А заканчивал вот этим. Вот это посередине. Так что начнём. Давайте. С моей любимой. На Марсе. Наи всё потише. Приветствую тебя. Для взлёта необходимы топливные кристаллы. Которые приведут в движение космический корабль. Кхм. Так вот. И тут, в общем, дела такие. Я больше всего обожаю именно вот эту локацию здесь. Потому что она Марсе. Я надеюсь, кстати, я сделал звук достаточно тихо, чтобы меня было слышно. Потому что я сделал громкость на 10. А она тут для меня уже достаточно громкая. Ну что, пойдём в ракету. Нам, как я помню, вначале надо исследовать ракету. Там зайти. Вот нам надо. Зайти. А, вот. Мы не можем взлететь, пока на корабле не будет достаточно топлива. Разгадывай загадки Искателя, чтобы заработать топливные кристаллы. Да уж. Перемещай курсор по экрану. Так, это мы знаем. Ну что, поехали? Давайте начнём отсюда. Правила игры в Искателя. Прослушай загадку, которая написана внизу экрана. В ней говорится, какие предметы надо найти на картинке. Щёлкай эти предметы, когда найдёшь их. Вот твоя загадка. Я ищу космонавта. Это что, говорит, это самое что ли? Подожди, это... Эйприл из этих старых черепашек. Я ищу космонавта. Дату. Своё имя. Да ну, в натуре, прикинь. Обалдеть. Так, я ищу космонавта. А что его искать? Ох, там ссор. Неплохо. Блин, вот это мне нравится, конечно. Что-то это давно я не играл, прям вспоминая так хорошо. Мне кажется, знаете, как у нас будет? У нас... Ам... Каждая глава будет по две серии. То есть у нас всего шесть, потом ещё шесть. Ещё шесть, ау, восемнадцать серий... Эм... Да, восемнадцать серий по искателю-фантазёру, скорее всего, будет. Половину пройдём. В этой серии половина в следующей, этой главы. Так, дату, вот она. Дата. Два шестое марта 2017 года, прикинь. А игра вышла, по-моему, в 2005-2006 где-то так. Ты прикинь, в семнадцатый год, будущее. А у нас, у нас уже две тысячи... Ё-моё. Своё имя. Мы приближаемся к этому часу. Моё имя. Монету. Вот она. Опа. Монета. Кристаллик. Неплохо. Жёлтую звезду, вот она. Жёлтая звезда. А тут ещё в каждой главе будут разные звуковые эффекты. Серебряная ракета. И акула. Серебряная ракета. Фантазию наоборот, вот она. Фантазия наоборот. Страна фантазия, прикинь. Конец для игры. А, конец для игры, вот она. Конь для игры. Заводную машинку. Заводную... Вот она. Заводная машина. Такие космические звуки. Птицы, ровно три. Три птицы. Вот одна. Одна птица. Так, давай, вот вторая птица. Я пока третью буду искать. Две птицы. Дай-ка с вами искать. Я вот сейчас серьёзно ещё и не знаю. Вот эта птица. Это пчела. А, вот. Три птицы. Внутри робота золотой кристалл сверкает. Постепенно мой запас топлива вырастает. Я чё, за женщину играю опять? Не, я на себя играю. В груди робот. Всё, туда нам больше не надо. Вы спросите, как я так сделал? Я нажал. Можно положить. Нет, уж мы лучше наберём все, а потом положим на красоты. Я просто вот нажимаю, оп, держал и поехал. Так, ну давайте мы с вами в этой серии пройдём вот это место. А в следующий полетим туда. Здесь у нас две загадки, я так понимаю. Как я помню. Здесь. Здесь. А, три. Ну вот, сейчас мы их отгадаем. С первой начнём. Я ищу маленькую. О, это мы с вами помним, искатель загадки. Вспомните. Это комната, вот эта комната, кстати, тоже самая. Та же самая. Ищу маленькую зелёную снежинку. Да, маленькую, а если приблизить? Маленькая снежинка. Она будет уже большой. А если здесь, её вообще не будет. Три цветка. Вот это, по-моему, цветочки. Да, вот он. Один цветок. Так. Давайте ещё искать цветочки. Тут довольно трудно искать, потому что тут, блин, тут куча насекомых разных непонятных. Тут слоны, мяч для регби. Ой, цветы попробую найти. Блин, сколько надо? Три. Блин, я один, но мне бы... Ну, один. А, бобобобо. Один. Два наши. Третий, по-моему, на зелёном жутке находится. Два цветка. Я помню, там вроде бы на зелёном жутке. Да, 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 вот. Три цветка. О, это же звук этого самого. Не помню, как называется. Буква М. Буква М. Буква М. Буква М. Пять раз фиолет... Нихрена себе. Ну, если это не жук, то я не знаю. Да, вот это жук прям очень похож на жука. Один фиолетовый жучок. А это не похоже на жучка. Что такое жучок, а написано жука? Два фиолетовых жучка. А тут, ну, одинаковые жуки. Три фиолетовых жучка. Четыре фиолетовых жучка. А в прошлый раз вы искали загадки, у нас вот, по-моему, жёлчь ползал за нашей. Это был научный код у нас, я даже помню, какая серия была, да. Пас. Не, ну, это действительно легко. Яблоко. Не думаю, что я перепроходил специально, чтобы... Вы же видели, не было моего имени. Тем более, знаете, что переустанавливать это довольно геморройно. Там долго это ждать, всё мне не хочется. Прыгалки. Вот мы с вами догадали ещё загадочку. Глаз зелёный кристалл заметит? Он пригодится мне в ракете. Вот я в детстве, я не помню, я вообще не понимал, какой глаз в жопу. Как, куда он смотрит, чё он заметит. Почему глаз приголодится в ракете? Ну, это ладно, это кристалл. Но... Вот, смотри, либо глаз зелёный кристалл заметит, либо глаз зелёный кристалл заметит. Так вот он, этот глаз-то. Вот он на кристалл смотрит, видишь, да? Я помню, что по цвету любил определять. Но я первым делом всегда ходил в ту сторону. Я помню. Я ищу прежде. Я тоже был стол. А этого не было. Не было этого. Там был, по-моему... А, там зашифрованный текст был. Рост 40 сантиметров. Хорошее зрение, любопытный, дружелюбный. Клейкий, липкий. Синюю треть. Вот эту. Почему всегда синюю? Я хочу жёлтую или зелёную найти. Очень ёлка. Синяя треть. Треть, да, кстати. Я раньше думал, что это вообще такое. А теперь я понял. Это, видишь, на три части ледяной. Это одна третья. Глаз большой. Ну, вот он. Глаз большой. Походу, я рисовал волшебным карандашиком номер один. Неудивительно, что он номер один. Муха. Муха. Гвоздь. Гвоздь программы. Камень в один сантиметр длиной. Этот. Камень длиной в один сантиметр. Ботинок на каблуке. Вот он. Ботинок на каблуке. Лопату садовую. Вот она. Лопата садовая. Одни такие разные звуки. Открытую пробирку. Открытая пробирка. Открытая пробирка. А теперь она не покрылся. Знак вопроса лиловый. Вот он. Знак вопроса лиловый. Ну, это было слишком просто. Тут все же видно. Если искали найти там слово масштаб, я, может, еще сразу не нашел. Внизу есть кристалл. Если посмотреть, он нужен, чтобы ракета могла улететь. Да ты что? А я думаю, нафига мы их собираем? Ну и последняя невесомость. Я ищу. Я ищу йо-йо. Йо-йо. Вот она. Ти-йо-йо. Жми-ю. А вот она. Незаметно. Я помню, мы ее искали. Ну, сыр кусочек. Мы все это искали. А вот эту морду, по-моему, нельзя найти. Сыр кусочек. Хотя, я же не помню эту игру. Я, может быть, ее на одном из этапов можно. Но сейчас ее нельзя найти. Шарик. А то думайте, нафига она тут нужна. Значит, ее можно найти, по идее. Шарик. Какой шарик? Это что ли? Это же мячик? Нет. Шарик. Это конфетка. Какой шарик? Ой, телефон разряжается. Какой шарик? А! Шарик. Че, в лягушку. Ноль. Слово ноль. Вот она. Ноль. Красный вагончик. Да какой же он? Красный вагончик. Че за ухо такое эльфское? Вспомните этот звук. Это когда мы выбираем загадку в Искателе Загадки. Магниты, две виноградинки. Вот магнит. Ой, какой красивый розовый. Это рубин. Две виноградинки. Блин, да тут их много. Какой из них? Ну, конечно, вот эти две. Одна виноградинка. Одна виноградинка. Что потерялась? А, не потерялись. Сори. О, постанавливается анимация еще. Две виноградинки, что потерялись? А, ну да, я же не дочитал кусили. А еще сердце из конфет. Сердце из конфет. И зебра остались. Где зебра? Вот зебра. Зебра. Темный зебр. Ну, давайте. Ох, неплохо. Нужный кристалл притянул магнит. С его помощью моя ракета взлетит. Это моя ракета, а не твоя. Понятно. Ты тут останешься. Ну, все, дорогие друзья. Вот мы решили с вами... Четыре загадки. И нам осталось... Это опасно, сколько классно. Нам осталось... Две? Угарнули. Две загадки осталось вот эти вот. Анатолий, что ли, две? Две? Походу, да. Ну, поехали тогда. Сразу их отгадаем. Че мы? Ой, блин. Еще НЛО. НЛО, где ты? Ой, мордах. Вот это будет сложнее. А, слово НЛО. Трижды с кольцами планету. А Земля тут есть? Это типа Юпитер, знаешь, так, кто такой синий. Галактик. Галактик. Это Земля, походу. С кольцом теперь. Похоже, ведь. Одна планета с кольцами. Где еще планета с кольцами? О, крестик. Ой. А это найти надо было. Блин, как далеко. Вы че? Попупели что? Две планеты с кольцами. Ну и третья сырная планета. Горов. О, комета. Три планеты с кольцами. Тут действительно страшные звуки. Металлический ключ. О, вот же он. А, нет, не тот. Ну он не металлический, он на планете. Вот он. Опять ключ. Металлический ключ. Металлический ключ. Металлический ключ. А, вот красавица. Я тебе говорю, вот такая же с моря. Как фиолетовая. Вот красная, вот фиолетовая. Четырех космонавтов. Да, вы че? Не пей из лужицы. Не пей из чашицы. Один космонавт. Ублюдком станешь. Шутка, конечно. Один космонавт. Блин, он... Два космонавта. Он ругается на... Терку для сыра. Три космонавта. А он, походу, махает там рукой, что-то говорит. Че он лопочет, вообще не понял. Где последний космонавт? Походу, его... Яшенка. Неплохо. Корабль. Где космонавт? Э! Слышь? Червь, господи. А вот. Четыре космонавта. Флаг, я видел. Флаг, он... Вот он. Двух свиней. Флаг. А вот одна свинь. Одна свинья. Прикольно. Вот вторая где-то была. Две свиньи. Вот это классно, как еще раз. Две свиньи. Классно. Звездное лицо. Я думал, она что-нибудь скажет. Такая, ммм. Звездное лицо. Такая, ммм. Не найду никак. А я нашел. Видал, да какой я. Молодец. У космонавта есть кристалл большой. Спасибо. Я возьму его с тобой. А кто скажет, что он тебе отдаст, а? А может, что его продать и получить за нее миллион долларов. Ну, последняя загадка, да. Я еще... Смотри, какие пришельцы здесь. Три пришельцы. Кракозябра. Туда пройти по ходу можно. Это же пещера. Блин, круто. Пуговицу. Пуговицу, пуговицу. А, тут четыре пришельца. Пуговица, пуговица. Вот она, пуговица. Бита. Походу, космонавт пытался отмахнуться, отбиться от них. Удачи, у меня не получилось. Бита. Видишь, даже чей-то ботинок остался. Носок, ложка, вилка. Боже мой, серкало. Господи, они все сожрали. Вон космонавт. Щетку зубную. Набираем телефонный номер. Где зубная щетка? А, вот же она. Ей надо зубы чистить. Теню бошку. Ладно. Два сапога. Господи. Один сапог. Второй сапог. Какой он классенький. Два сапога. Я бы хотел все такого. Чашку-шапку. Чашка-шапка смешная. Может, я в зеркале. Чашка-шапка смешная. Смешная. Вилку-ложку. И пришельцы. Вилка. Ложка. Чайная. Ложка. Пришельцы с кратера. Пришельцы с кратера. А вот и мы все отгадали. Да, мы младше. Я знаю. К сожалению, да. Быстро мы ее прошли. Загадка была решена. И за это я возьму себе кристалл для ракеты. Это я его возьму себе. Да, у нас видео уже долго идет. Мы о чем поделать. Ты нашел шесть топливных кристаллов. Этого достаточно для старта космического корабля. Я же говорю. Полетели, чем? Давайте начнем с вот такого. По порядку. Мне же тебе там расчетки тут будут. Вот полы, вот такие. Зелененькие. Топливо. Ты как-нибудь подумал, чтобы кристаллы могли быть топливом? Не, на самом деле, такое есть. Теперь красненький. На землю полетели. Последний. Блин, так просто. Все. Это легко было. Ну, если они такие же легкие будут. Десять. Подготовка взлетной площадки. Девять. Герметизация. Садимся. Восемь. Включение и подача воздуха. Семь. Проверка вантажной платы. Оу. Обнаружена ошибка. Обнаружена ошибка. Командир. Что-то случилось с монтажной платой. Че за хрень? Пожалуйста, разберитесь. А че это я, командир, а ты еще и разбираться должен? Извините, командир, но мы не можем взлететь, пока не будет починена монтажная плата. Охренеть. Че случилось-то? Чтобы починить монтажную плату, тебе нужно найти недостающие части. Звезда мне нужна, ее надо найти. Та, что в ракете, должна подойти. В смысле в ракете? Ааа, это нам надо по уровням бегать и искать. Ну, это, ай, ну это просто. Звезда. Вот это? А, в ракете. Вот она. В комнате, где белая чашка летает, найди гаечный ключ. Его не хватает. Не хватает, конечно. Гаечный ключ, вот он. Где? Где он? Че, мы все время на уровень иду, она же здесь, может быть. Нет. Он где-то здесь. Эммм. А, вот он. Следуй за машинкой к следующей цели. Найди самолет, он нужен нам в деле. Он, ты рифмоплет, вообще. Уехала. Самолет. Здесь, наверное. Ну, где эти самолеты сняли? В космосе. А! Он же здесь есть. Вот он. Че тебе не нравится-то? Вот самолет, блин. Оооо. А, вот он. Я вообще не видел здесь. В космосе найди ключ металлический. Для этого используй прибор оптический. Ну, я его использую. Вот он. Да? Вот этот. Ой, простите. Здесь хочу. Букву А нам надо раздобыть. Лабораторию придется посетить. Снова? Поехали. Машинка отсюда. Вот он. Теперь есть все части. Пора возвращаться. Помести их на схему. И можно отправляться. Надеюсь, что да. Теперь есть. Теперь есть. Теперь есть. Так вот, смотри. У нас было слово Марш. Теперь слово Лаб. Лаборатория. Ну-ка. Звезду. Сюда. Ключ. Сюда. А, сюда. Самолет. Сюда. А, это у нас такой зуб был. Это, когда я говорю, в письме прочитали. Наушный код. Такой зуб был. Наушный код. Отлично, командир. Неисправность в монтажной плате устранена. Можно лететь спокойно. Наконец-то. 10. Подготовка в ледной площадке. 9. Гермитизация. 8. Включение подачи воздуха. 7. Проверка вандарной платы. 6. Вандарча топлива. 5. 7. 3. 2. 1. Стар. А меня забыли. смонат все убежали нормально меня забыли поздравляю с отличным взлетом щелкни домик чтобы выбрать другую игру были выбери новое приключение или еще раз пройди предыдущие но на этот раз она будет сложнее во я же говорю ну в общем это мы справимся в следующей серии на это с вами обращаюсь с вами дрейв форси спасибо за просмотр ставьте лайк если понравилось это видео нажимайте подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые интересные видео также вступайте в вконтакте а то нас мало там даже обязательно смотрите предыдущие видео на моем канале которые вы видите на экране и следуйте по всем ссылкам в описании всем удачи всем пока